Переходим к третьему вопросу. О внесении изменений и дополнении решения ЗАГСКО ДОССОВЕТА ДЕПУТАТА по 25.02.2015 года за номером 28-206 в утверждении положения об оплате для депутатов выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих. Слово для выступления. Смолина Сергея Васильевича, заместитель и руководитель администрации ГОВОРИТ ПОМЕЦАЯТСЯ. Добрый день, уважаемые депутаты, приглашаем. В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного РФ, частью 2 статьи 53 Федерального закона 6.10.2003 УНК-130 УФЗ об общих принципах организации местного самоуправления РФ, частью 2 статьи 22 Федерального закона 2.10.2007 УНК-25 УФЗ о муниципальной службе РФ, постановлением правительства Конституции ГОВОРИТ ПОМЕЦАЯТСЯ. ГОВОРИТ ПОМЕЦАЯТСЯ. ГОВОРИТ ПОМЕЦАЯТСЯ. ГОВОРИТ ПОМЕЦАЯТСЯ. В случае в соответствии со стороном города Назарова 8 Назаровский городской совет внести следующие изменения в решении Назаровского городского следов депутатов от 25.02.2015 номер 28.206 о подтверждении положения по плане труда депутатов выбранных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в редакции решения от 15.06.2015 номер 31.331 следующие изменения и дополнения. Приложение номер 1 к положению вводит туда депутатов выбранных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих изложить. Далее положение новой редакции согласно приложению номер 1 к настоящему решению. Настоящее решение вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское причудование» и применяется к правоотношениям возникшим с 6.10.2017 года. По замечаниям на замыску межрайонной прокуратуры в доложении номер 2.3 и 4 оставлены въезд изменения до утверждения новой структуры админиципального договора. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Да. Сергей Васильевич, вот в текущей и в следующей редакции вы здесь предложили им указанные цифры 22 544 рубля. Это предлагание. В текущей редакции сколько? То же самое. То же самое. Хорошо. Второй вопрос у меня будет. Вот вы ссылаетесь на постановление в Среднодлифтранцикрае 512 П. Открыл данное постановление, осмотрел, там по 4 категории, к которому относится город Незаро, там стоит другая цифра 21 470 рубля. Ну это предыдущая. То есть это предыдущая, но есть редакция этого постановления от 16-го, 12-го, 2016. Сергей Васильевич, ну вот я смотрел на меня эту редакцию. Индексацию учили? Ну и хорошо, если была индексация у нас на... Где тоже нормативные предыдущие предыдущие? Поняюсь. Значит, у нас была индексация, по-моему, в 15-м году, да, была? У нас была индексация на 5% действительно. Это чем? Закон края о бюджете. Чем? Вот именно вот эта цифра, она в каком нормативном акте краевом написана? Я уже хочу узнать. Я уже не могу ответить, потому что верно прошло уже 2 года. Когда принималось это решение, я был обеспечен, я как вам попросил? Уберно. Индексация была прописана в правовом законе о бюджете. Там была индексация. Соответственно, мы сами индексируем наши отлажи. Стоим решением. Просто индексируем. Просто, то есть, Сергей Васильевич, правильно понимаю, что принятие сейчас данного решения на размер оплаты труда в Уссеплите, в котором у нас уже не приедет? Не приедет. Дополнительных расходов бюджета это не увеличено. Что-то вопросим. Еще вопросим. Вопросов больше нет. Вопросы? Продолжение следует...